И всем привет, ребят, с вами Стабайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем обозревать одно очень интересное устройство на пушку рельса, это всё та же самая замечательная дестабилизация, которая в новом балансе себя должна показывать намного интереснее, относительно, ну, наверное, уже длительный период прошёл с момента последнего моего теста этого замечательного устройства, и сегодня я спешу вместе с вами. Рассмотреть его снова, посмотрим, как она покажет себя в новом обновлённом балансе, играть мы будем на Викинга рельсе с Кризисом, ну и постараемся сделать из неё максимум полезности, сделать максимум качественной игры, ну и набрать как можно больше очков, посмотрим, что из этого выйдет, ну а если вам нравятся подобные видосы, если вы ждёте больше игровых обзорчиков, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, не забывайте про мой личный тег-создатель контента, прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов, в настройках их игры устанавливайте мой тег, вот так вот, бах-бах, темпешечку сюда дали, и участвуйте в описании, вся информация и форма на розыгрыш имеется. Ну а мы отправляемся в бой, что касаемо режима, я бы хотел, наверное, сыграть сегодня что-то дефолтное, может быть, даже обычную TDM, да, то есть обычную дефолтную TDM, посмотреть на то, какое большое количество резистов, во-первых, есть от рельсы на сегодняшний день в матчмейкинге, потому что рельса уже стала более, наверное, такой актуальной пушкой, и от неё уже начали брать резы, но в каком большом количестве мы сейчас вместе с вами это увидим, узнаем, посмотрим, сколько вообще игроков играет на рельсе, и посмотрим, насколько часто критует эта дестабилизация, потому что наша задача это наносить как можно больше критических выстрелов с максимальным уроном, ну и стараться эти выстрелы с критами не мазать куда-то в молоко, а попадать по противнику и за счёт этого набирать большое количество очков. Это всё дело, надеюсь, что нам удастся реализовать. Ну и главное, чтобы сейчас карта была какая-нибудь нездоровая, но карту нам закидывает такую хорошую, хорошую, по именно дистанции такую каточку, но посмотрим, посмотрим, что у нас получится на ней, жаворонки TDM, громчик тут уже начинает накидывать, у меня первых два выстрела без крита, наша задача, конечно, ой-ой-ой, шестёрочка контентовая, да, бабочки теперь надо давать после такого, но если часто у нас криты будут залетать в таком хорошем размере, то может быть и что-то хорошее мы сегодня вместе с вами показать сумеем, главное, чтобы критов было больше, ну и урончик хороший проходил. И самое главное, надо постараться выиграть эту катку, потому что у меня заданка осталась с победами, осталось там вроде 3 победки, и как только я победы добью, то сразу же смогу записать видос с нашей мини-игрой. Не знаю, какой видос из этих выйдет, кстати, быстрее, может быть, с мини-игрой видос уже на канал вышел, когда вы видите этот видеоматериал. Так, но пока по урону как-то, ну не очень, да, обновлённая дестабилизация, перезарядка по ощущениям как будто быстрее стала, да, и вроде как выглядит неплохо, но по урону пока как-то скудновато, пока что как-то не очень, да, и плюс мы ещё летим по киллам уже в минус двадцатку, а нам нужна победа, это не есть ха-ра-шо. Так, пытается здесь громчик накидочку делать, добиваем его, пытаемся выпушить вверх, так, крита не проходит у нас, рельсу даём ещё одну, ещё одна рельса без крита. Так, где вообще криты в большом количестве? Нам бы большого количества критов бы сейчас подзавезли, я был бы мега рад, я был бы мега рад, потому что пока что, ну, выглядит всё это максимально слабо. Я бы сказал, что есть устройство и поинтереснее на сегодняшний день на рельсу, потому что дестабилизация как-то, ну, слабовато. 5800, вот если 5800 бы вот такие бы всегда бы залетали, то я думаю, что было бы неплохо. 4300, хорошо, хорошо, две подряд вкусные рельсы, третью подряд вкусную, нет, 800 уже третья. Да, то есть вот если бы вкусные такие рельсы бы на постоянной основе бы залетали, тогда, может быть, и рельса бы смотрелась бы совсем по-другому. А так, когда у нас одна рельса хорошая, вторая рельса не очень, то смотрится так себе. Даже я бы, если честно, знаете, что сделал? Попробовал бы сейчас, сыграл бы вот эту каточку на рельсе такой вот, да, а дальше бы попробовал бы взять абсолютно обычную, дефолтную рельсу с адреналином и сравнил бы. Может быть, обычная дефолтная рельса с адреналином даже будет себя показывать намного лучше и интереснее, чем эта рельса с дестабилизацией. 4000 урона, кидываем, так, с разворотика не залетаем. И, кстати, с викингом тоже, по две расходки у меня появилось на кризисе, нормальная тема, когда у вас две расходки, да? Что я хотел сказать? По поводу, а, по поводу викинга с рельсой. Такое, сейчас у нас рельса на викинге наносит намного медленнее урон, то есть у нее как будто задержка какая-то дополнительная появляется, да? И с такой рельсой, ну, если честно, мне лично особо сильно непонятно, зачем эта задержка сделана, да? Зачем настолько медленно стреляет эта пушка, да, с овердрайвом. Могли, конечно, ее бы раскрутить и посерьезней, чтобы она накидочку плотную давала. Так, у нас опять какие-то очередные подлаги сервера. Там Хантер сверху надо мной с овердрайвом. Надеюсь, меня Вика Молд нагибает. Плохо пока что, все плохо, ребяточки. Улетаем мы, улетаем, при том очень жестко улетаем. Еще с какими-то дополнительными подлагами сервера улетаем. Так, нулевой урон. Нам бы овердрайвину какую-то прожать. 2900 залетает по Викинга Молоту. Попробуем сейчас въехать. Опа, Криточки. Криточки это вкусно. Это очень неплохо. Под Криточки можно-то и Оуди прожать. Да, вот видите, да? То есть, ну, чуть-чуть есть вот эта вот дополнительная задержка. Это не та старая добрая рельса со скаутом, которая очень быстро накидывала урон. Но такое, такое-се, такое-се. Не жесткое, не жесткое, не жесткое. Почему-то вот мне сейчас кажется, что как будто, как будто рельса с этим адреналином будет даже сейчас смотреться поинтереснее. Сейчас мы ее затестируем, проверим. Но, в принципе, чувствуется, что рельса стала быстрее, но критов мало. Критов крайне мало. Да, с таким количеством критов... Ну, на рельсе с дестабилизацией вы большое количество киллов не дадите. Сто процентов. Да, то есть, ну, что я тут? Двенашку дал за полбоя. Двенашку за полбоя на сегодняшний момент времени это очень мало. Это прям мега мало. Ну, и мы еще и по катке летим просто бесшансово. Противник нас здесь уносит. Ну, и по ощущениям будет у нас досрочка в сторону противника. Еще один килл дополнительный. Так, рельса не пикает. Под критами успеем еще кому-нибудь вдарить. Да, две тысячи даю. Две тысячи залетает. Ну, и все. Меня отправляют на респаун. 40 киллов до конца. Докатаем катку. Ну, и дальше попробуем переоденемся на рельсу с адреналином. Сделаем такое мини-сравнение. Вообще, по планам было просто затестить дестабилизацию, потому что меня очень сильно просили, чтобы я затестил это устройство. Мол, говорили, что оно хорошо себя показывает. Но я здесь ничего серьезного вообще не вижу. От слова совсем. Да, то есть я... Ну, может быть... Может быть, я, конечно, мажу много, но вроде как и по промахам я бы не сказал, что тут супер много я промахиваюсь. Да, то есть в целом просто как-то... Ну, как-то, ну, так себе. Так себе урона. Да, то есть постоянные некритовые выстрелы. Когда рельса раньше это смотрелось, ну, прям мега жестко. Прям мега жестко. 2300. Да, с такой перезарядкой. По ощущениям далеко мы не уедем. 300 очков. 20 киллов остается противнику до конца. Довольно быстрая, кстати, TDM-ка. Но для такой карты... Очень быстро оппонент делает киллы. Не успел попасть по Хантеру. Попробуем накинуть ему. Здесь урончикса. Неплохо меня чуть-чуть раскручивает. По 400 урона просто. По 400 урона. По 400 урона по кризису. Но это крайне мало. Это, к сожалению, крайне мало. Ну, и вы видите, что тот самый старый дефолтный Рой хорошо смотрится у вас со стороны противника. Вакуумка. Рой. Адаптивочка. Ну, и Гаусс. С Эмми статус эффектом. Вот. Вот вам и секрет успеха. Ну, и по резистам. Ну, тоже довольно много уже начали брать резов от рельсы. Раньше у нас все-таки такого количества резистов у противника не было. Так. Ну, и... Семнашка. 8 киллов остается противнику до конца. Шансов у нас на победу здесь не остается никаких. От слова совсем. Поэтому все, что нам остается делать, это просто ехать, въезжать. Въезжалову какую-то делать. Мне, конечно, залип... Илова тоже неплохая залетает, но... Что поделать? Поражение есть. И что мы тут фиксируем? Да ничего мы хорошего не фиксируем. За 300 очков в 3000 кристаллов зарабатываем. Берем, меняем рельсу. И смотрим, что у нас будет с рельсой дефолтной. Дефолтной на адреналине. И если вдруг сейчас я буду прав, и эта рельса с дефолтным адреналином себя сейчас нереально жестко начнет показывать, то я буду, конечно, в диком шоке. Так, пикаем все так же самое. Дефолтную TDM-ку. То есть без никаких... Абсолютных изменений. И смотрим, что у нас будет сейчас с этой рельсой с адреналинчиком. Надеюсь на жесткий контент. Надеюсь на хорошее количество урона. И на постоянный вкусный урончик. Хоть у нас и адреналины занерфили. Но мне кажется, что сейчас контентик должен быть хороший. Так, позвание меня более-менее нормальную катку закидывает. Так, небольшие подлаги. Извиняюсь, что тут что-то происходит. Опачки! Первая рельса. Две с половой. Две с половой. Немного, немало. Средний, хороший, вкусный урончик. 1700. С быстрой перезарядочкой. С дополнительной накидкой урона у нас получается еще больше урон. 3600. Вторая рельса. 3600. Вкусно? Конечно вкусно, ептить. 100% вкусно. И еще одна. Две с половочкой. Пошла жаровня. 1900очка. Добавочка. Оп. 800. Ладно. Тут резик какой-то уже появился по ощущениям. Так, здесь 850 очка с критом. Так, ну здесь уже по резистам. По резистам работка. То есть по безрезу. По безрезу пока что выглядит очень неплохо. Полтора уличка. Да, быстрая перезарядка. Без никаких дополнительных правил. Еще 1300. Движуха? Конечно движуха. Конечно контентичек. Без особых проблем. Просто на дополнительной накидочке. Начинаем давать урончик. 4 килочка есть. Ну если выйдем здесь на 30-ку какую, 40-ку, то я буду уже мега рад. Ну и плюс надо будет посмотреть, как будет работать с викингом от рельса. Да, то есть если здесь с перезарядкой, ну вернее не с перезарядкой, а под овердрайвом будет быстро лететь выстрелы, то вы сами уже все понимаете, да? То это супер крутая темочка. 2600 с крита. Хорошо. Криты частые. По шафту не попадаем. Шарелла через центр. Цепляет меня чуть-чуть. Так, пробуем. По хоречку 1700. Немного. Быстрая перезарядка. Добавочка. Еще 1700 по танчику. Так, чуть-чуть мне сводочка залетает. 1600 по еще одному. Еще одна сводочка залетает. Берем аптечечку. Стоим дальше на позиционочке. Так, еще одна сводочка по мне. Залетать сейчас будет, да? Это уже 12-ка, да, получается, летит? Вернее, 16-ка. А, с ракет летит. Жестких с разворота еще. С добавочкой 1700. 1700. Еще одна мне. Ё-моё. Блин, ну стабильный, хороший урон. И все, да? То есть, что нужно для счастья на рельсе? На рельсе. Стабильный урон? Стабильный урон есть? Есть. Накидка есть? Есть. Все. Уже рельса смотрится совсем по-другому. А не то, что у вас там сначала выходит 5 выстрелов подряд с маленьким уроном, потом нормальный урон, потом опять маленький урон. Да, и... Ну, как-то все, вот знаете, так. Не очень, не очень. А тут стабильно. Стабильно, плотненько, вкусненько. Залеталого происходит. 7 киллочков, 150 очков. Пробуем выходить на максимальную прибыль. Пробуем делать максимальную возможность по интересику на нашей замечательной вика рельсе с адреналином. Просто дефолтный адреналин, то есть без никаких преимуществ. И после этого, вот вы мне скажите, зачем вообще устройства какие-то с дополнительными там изменениями, если они хуже стандартных настроек. Но вот какой толк, просто какой смысл от этой... Во, еще и рельса быстрее стреляет. Ну ладно, перезарядка тоже тут такая какая-то непонятная, долгая. Почему такая на рельсе с викингом стала перезарядка долгая? Раньше была такая моментальная перезарядка, там так можно было вкидывать урона много. А сейчас тут такая зарядка, как будто я не знаю. Как будто 40 тысяч лет надо ждать. Так, ну и 20 киллов. 20 киллов, работаем, работаем, стараемся, делаем что-то. Пробуем попадать, пробуем накидочку оформлять по оппоненту. Так, хорошая, 4800 просто, 4800 в голову. Шикарно, викинга громчик уже вражеский овердрайв прожимает. Тыщеночку ему на накидочку чуть уходим. Чтобы меня тут не свели. Ага, понял, еще один на овердрайве, молодой человек. Прячемся, полторулик ему в голову. Ну, хорошо, по викинга еще 1800. Ну, блин, быстрая перезарядка и стабильный урон. Все, что вам надо. Просто все, что вам надо на рельсе. Легкие танки ваншот. Скорее всего ваншот с критом точно. 3500 залетало. Да, где-то 1700-1800 урона под кризисом. У вас стабильно будет залетать. Так, хорошо. Хорошо, еще тысяченочка. Хорошо, шикарно, пятнашечка киллов уже есть. Уже круче смотрится. И это дефолтная рельса. Просто дефолтная. Так, едем. 40% овердрайва. Но лучше, конечно, не с викингом использовать рельсу. Это точно. Да, то есть с викингом рельса смотрится, ну... Ну, так себе. Так себе. Мне кажется, что если бы я взял бы сейчас бы... Да даже бы арес. Даже бы арес взял бы. Уже был бы бодряк и контентик намного жестче и намного интереснее. Да, то есть я бы свои бы овердрайва бы интереснее реализовывал. Больше бы киллов бы с них получал бы. И смотрелось бы это все куда... Куда интереснее. Ну, в принципе, и так неплохо. Даже с таким викингом добавочка залетает. Блин, сколько скорпионов. Это ужас. С 18 на 6 идем. Катка ближе к своему логическому завершению. 50 киллов нам до конца. Должны выигрывать с досрочкой. Должны выигрывать с досрочкой. Ну, и вот команду хорошую. Довольно-таки неплохую нам кинуло. Тыщеночку залетел. Так. И попробуем, наверное, подпушить. И там сразу же вжаться. На подпушинге. Отличный рельс. Просто шикарно. Просто шикарно. Досик. Пошла движуха. Первый есть. Второй есть. Блин, третий нет. Ну и... Блин, ну это ужасные сводки. 22 килла. До 30 дотянем. Точно дотянем. Уверен в этом. Уверен в этом. Противник у нас вон на смерче стоит. 21 килл. Стоит, накидывает. Так. И... Здесь по викингу прострельчик. А, уехал викинг с прострела. Эта наводочка уже не сработала. Так, по диктатору. Отлично. 1800 стабильность. Залог успеха. Именно так можно и сделать название видоса. 3,5 тысячи. Еще добавки на. Еще тысячоночка. Еще трешечка. Еще 1700. В упорчик к одному лезем. Второго просто в накидочку. Еще 3,5. И скрита. Еще 3,3. Сводка в упоре по мне. Но это было бы чересчур жестко. Если бы у него залетело бы. Ну и хороший сплэш. Еще... Вернее, не сплэш. А сквозная. По двоим. Еще 2000. По два танка. 29. Ну вот это уже что-то интересное. Вот это что-то интересное. И зачем использовать какие-то другие устройства? Для чего использовать какой-то... Какой-то там... Дестабилизацион. Еще что-то. Взял адреналин. Даешь джазу. И тебе процент дополнительно. Как только у тебя хп падает. Урона идет, да? И... Перезарядки долго нет. Еще бы с викинга бы овердрайв залетал бы. Вкуснее. Да? То есть с резкостью быстрой. То вообще я был бы мега рад. Ваншот будет? Ага, понял. Рисус били. Сейчас попробуем. У него перезарядка явно дольше, чем у меня. Отлично. Сливаем одного. Сливаем второго. На подпушинге сливаем практически третьего. Сводочка. В меня нет. Да? Нет. Рельса. Хорошо. 1700. Отлично. Добавкина. Три с половой. Добавкина. Не будет добавкина. В упор лезем просто к противнику. Меня набревают. 35 килов. 4 кила до конца. Легчайшая победа. И легчайшая. Первое место. Плюс вжимала увердрайва. Я даже не успел сделать. Это с викингом, который не актуальный. Вот вам все, что вам нужно знать про рельсу. Берете дефолтный адреналин. И нагибаете. Боже. Насколько все это. Конечно странно. Но когда-то шафт с реплетом был ровно таким же самым. То есть я брал шафта с реплетом. Он был полностью ни о чем. Устройство за безумно большое количество кристаллов. Потом просто брал шафта дефолтного. И на нем набирал намного больше, чем на шафте с реплетом. Так же самое с рельсой. Видели, что было с рельсой с дестабилизацией. Видите, что происходит с обычным дефолтным адреналином. Вот вам сравнение. Ну и напишите, что вы думаете по этому безумному моментику. Да. Оказывается, все скроется в обычной простоте. Поддержите данный видос лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Напишите, что вы думаете по этому поводу. На каком устройстве на рельсе играете вы. Ну и конечно же не забывайте про мой личный текст создателя контента. Который находится в настройках игры. В аккаунте кемо личный текст. Это так темпо. Сторон для того, поддержите меня в участие в розыгрыше на, как я уже говорил. 1 миллион кристаллов, 300 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрыше есть в описании. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.